Павел Лысянский, правозащитник и директор Института стратегических исследований и безопасности. Павел, здравствуйте, рада вас видеть. Будьте добры, расскажите, что происходит в этих так называемых кадетских корпусах, куда агитируют вступать оккупанты наших украинских детей? Кадетские корпуса, они имеют отношение к одной из форм милитаризации детей на временно оккупированных территориях. Таких форм четыре. Все начиналось с 2017 года с кадетских классов, кадетских-казачьих классов на временно оккупированных территориях. Потом в Донецке был открыт кадетский корпус имени боевика Харченко, которого Кремль поставил исполнять обязанности так называемого главы, потом же его и ликвидировал. Вот, и там детки фактически с первого класса ходят в этой форме, поют этот гимн. Вот, кадетские корпуса, их смешности стали открывать на временно оккупированных, на новооккупированных территориях. Вот, именно в, фактически в Старобельске они открыли, в Антрацинте такой корпус работает. И туда детям входят в форму и заставляют фактически изучать там историю, военное дело и, конечно, прерывают национальную роль. Да, хорошо. Да, хотелось бы еще понять, как это происходит, эта вербовка, так называемая, в эти кадетские корпуса. Это заставляют, угрожают родителям какие-то инструменты, которые используют оккупанты для того, чтобы пополнять ряды этих кадетов, так называемых. Смотрите, это, конечно, все принудительно. Конечно, все принудительно. Если родители отказываются туда везти своих детей, то родителям предъявляют претензии, говорят, вы нарушаете право ребенка на образование, и тогда в таком случае мы лишаем вас родительских прав и забираем вас у ваших детей. Вот так это работает. Вот смотрите, еще в 2016 году парень, который в Луганске учился, это Сергей Русинов, а мы его потом лоббировали, его освобождение, вот с правозащитниками, вот он учился в колледже культуры и искусств в Луганске. За поддержку там проукраинский репост парень получил 6 лет тюрьмы. Это еще был 2016 год, понимаете? Уже тогда это все так начиналось, а сейчас там это все происходит очень жестко. Но они поставили задачу до 2025 года, чтобы все учебные заведения на временно оккупированной территории имели отношение к вот этой вот милитаризационной системе. То есть либо были кадетские школы, либо какие-то вот кадетские классы в школах. Но, кроме всего прочего, там же есть еще так называемые уроки мужества. На эти уроки мужества, к примеру, там 2-й, 3-й класс приходят так называемые командиры, да, в кавычках, незаконных вооруженных формированиях. Там показывают перед детьми, раскладывают оружие, гранаты. Я еще раз подчеркиваю. 2-й, 3-й класс. И рассказывают, как вот он героически убивал украинцев. То есть другими словами я переведу. Приходит убийца, достает свое оружие и рассказывает детям, как это классно кого-то убивать. Мы, кстати, готовим отчет, он в конце февраля выходит. Называется «Идеологическое образование детей на временно оккупированных территориях и в Российской Федерации». К нам в руки попали документы, методички образовательного характера, по которым детей учат на временно оккупированной территории в Российской Федерации. И мы это все покажем. И даже по хэштегу прикрепим туда эти вот методички, чтобы увидели весь мир, как там, в оккупации и в России, воспитывается новое поколение для войны. Я по-другому это назвать не могу. То есть, вот понимаете, мы все вот сейчас говорим «депортируют детей». И тут сразу надо задавать вопрос, депортируют для чего? Там, обелить свою нацию, это понятно. Но, кроме всего прочего, они хотят из этих детей, которых же они украли, это ж не их дети, это чужие фактически дети для них, и этих детей не жалко. Они хотят из этих детей сделать такой идеологический кулак и отправить, понимаете, там, воевать, все что угодно, отправить этих детей как разменную монету куда-то. Вот для этого, вот для этого идет эта депортация. Вот для этого эти кадетские классы. Ну, вдумайтесь, ребенок в первом классе входит в этой казачьей форме. Два раза в день играет гимн России, вот этот ЛНР, ДНР. Вот, но сейчас, наверное, уже будет только гимн России играть. Ребенок с первого класса, ему приходят какие-то там дяди, которые уже там убивали и показывают оружие. Все это закрепляется идеологически, что это оказывается вот такая идеология, вот такой вот русский мир. «Умей убивать и убивай других», ну, другими словами, да, фактически, то, что они показывают. Для чего это они делают? Для того, чтобы воспитать поколение войны. И стереть идентику украинскую из детей. Скажите, пожалуйста, Павел. У наших же детей они хотят превратить тех, кто будет стирать эту украинскую... Ну да. Кто будет идти против общества, понимаете? И поэтому мы этому должны очень системно противостоять. Очень системно. У этого террора есть люди, российский живодер Мельчаков, например. Вот он недавно занялся патриотическим воспитанием детей, о котором мы говорим. В том числе, вот, было подтверждено, что детей вывозят и в сторону, ну, временно оккупированных территорий. По сути, я в двух словах объясню, это выходец из Санкт-Петербурга, Алексей Мельчаков, его зовут, кличка Фриц. По сути, неофашистская организация «Русич» этим занимается. А скажите, а кто их финансирует? Известно вообще, откуда они деньги получают? Можно ли как-то с помощью санкций прекратить возможность их финансировать? Как этим вопросом задается? ДШРГ «Русич», она имеет тесные связи с имперским движением. И там, по-моему, недавно против этой организации, кстати, вводили санкции в США. Это все российский бюджет или околороссийские олигархи. Там другого не дано. Вот эти вот организации, там, кадетские корпуса, они финансируются через программу президентских грантов в Российской Федерации. Понимаете? То есть есть огромная программа, есть там свои прокремлевские организации, которые получают... Вот, например, вы все слышали «Ночные волки». Они получают сотни миллионов рублей из бюджета РФ за то, что ведут там такую вот пропаганду. Вот точно так и здесь это работает. То есть вот такие... Даже ДШРГ «Русич» может подать там какую-то заявку и выдадут так называемый президентский грант Российской Федерации на то, чтобы воровать детей. Это у них в порядке вещей. Для того, чтобы... Понимаете, как вам сказать? Для того, чтобы прекратить это финансирование, необходимо просто разорить Российскую Федерацию или же прекратить деятельность этих организаций, которых этим занимаются. К сожалению, никакие санкции на это не повлияют. По крайней мере, вот ближайшие там, да, 3-4 месяца. Это может быть только в долгосрочное, когда у них не будет денег, они на это перестанут тратить деньги. На самом деле там вот таких вот организаций очень много. И я же вам только сказал вот про два уровня милитаризации. Это вот фактически... Это фактически кадетские корпуса, это учебные заведения, там другие кадетские... Другие учебные заведения для детей и подростков. Есть еще вот эти уроки мужества, куда приходят вот эти вот убийцы в гражданские школы, которые еще пока остались. А есть же еще третий уровень. Это не внеучебный. То есть это так называемые военно-патриотические клубы. ВПК-воин, амазонки. Там, к примеру, та же юн-армия. То есть это те, которые работают уже автономно от школы. То есть это в школе кадетский корпус. А когда ты приходишь домой с кадетского корпуса, родители заставляют этих детей везти вот такой еще военно-патриотический клуб, где они вечером там изучают, разбирают, собирают автоматы, их вывозят. Ночью они растяжки расставляют. То есть это вот другое. То есть я что хочу сказать? Что у них так-так все устроено, что ребенок не может скрыться от вот этой милитаристской идеологии. Если ты в школе туда не ходишь, каким-то образом тебе удалось не пойти, тогда обязательно в школе следят, чтобы ребенок ходил в военно-патриотический клуб. А если не ходит, то школа пишет там заявление в МГБ. И уже МГБ вызывает родителей с вопросом. Почему ваш ребенок не посещает? У вас какая-то идеология другая. Понимаете, вот так там работает. Павел, я хочу вас спросить вот о вообще непонятном для меня случае. Уполномоченная по правам ребенка Российской Федерации Мария Львова-Белова, она двух детей усыновила, которых украли фактически из Украины. Вот она описывает, как своего сына увидела, когда эвакуировали якобы 31 ребенка из Мариуполя. Скажите, а ведь вот она права на своего ребенка и вот какую-то законную связь не будет же иметь за границей? Я правильно понимаю? Ведь это просто полное безумие усынавливать или удочерить вывезенных, то есть фактически украденных из боевых действий украинских детей. И это человек, который занимает такую серьезную должность, такую гуманистическую должность Российской Федерации. Ну вот я бы советовал Марии Львову и Беловой заниматься проблемами детской транспортологии на территории Российской Федерации еще в 2001 году. Эту проблему там подняли, да, то есть проблемы пропажи детей и их разборки на детские органы. До сих пор такие преступления там есть, я недавно смотрел статистику. То, что касается законности. Во-первых, в Российской Федерации официально запрещено усыновлять детей, которые народом из других государств, то есть детей иностранцев усыновлять запрещено. Поэтому это, естественно, незаконно. То, что они выдают паспорта Российской Федерации сейчас, они их хоть как-то там привели в соответствие свою нормативную базу, и они только 26 декабря 2012 года предусмотрели указ Путина о том, что якобы они, согласно этому указу, могут выдавать паспорта несовершеннолетним детям, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. Но это по их так называемому указу. Это было 26 декабря. А до этого момента, то есть они просто забирали детей даже без каких-либо формальностей. Так я вот просто о чем говорю? О том, что у них даже по закону, согласно российского законодательства, они не имеют права усыновлять этих детей. Так, паспортизация, которую они проводят, она незаконная, она в мире не признается. И, естественно, когда вот где-то за границей, если она... Я сомневаюсь, если ее куда-то пустят, да, но если она куда-то выйдет, то, естественно, это не будет считаться мать и сын. Это вот первое, то, что хотел сказать. А второй момент, я вам хочу акцентировать внимание. Вот, знаете, Марию Львову Белову используют как световую завесу. Один из главных, один из главных идеологов вот этого вот принудительной депортации детей, это депутат Госдумы РФ Анна Кузнецова. Она бывший амбудсмен Российской Федерации. А Львова Белова стала на ее место. А Анна Кузнецова получила пятое место в списке партии «Единая Россия». Можете дать оценку, соответственно, ее влиятельность. Это было в 2021 году, то есть фактически за год до военной агрессии. И вот сейчас она просто находится в тени. А на самом деле это депутат Госдумы РФ, и она же вице-спикер Госдумы Российской Федерации. Она является одним из главных, если не главных, идеологов вот этой вот принудительной детской депортации. Говорю, это для того, чтобы правоохранительные органы обратились на это внимание, она не ухвата ответа. Похищение детей как государственная политика. Вот такой итог, пожалуй, до этого разговора. Спасибо вам огромное. Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований безопасности, был в эфире канала Freedom.